Всем привет! Меня зовут Оля, это пятый выпуск на канале Пора, и сегодня мы услышим ответы на очень важные вопросы. Почему люди начинают искать информацию о своих предках? Как найти ту самую информацию, зная самый минимум? Мы даже подготовили для вас пошаговую инструкцию, чтобы вы точно смогли узнать о своей семье чуть больше. Кроме того, вы узнаете, какие организации могут помочь найти и увековечить память о ваших родственниках. И самое главное, мы поговорим о том, кто виноват в репрессиях и могло ли все пойти по-другому. И что нам делать с этим грузом, который у нас есть сейчас. Здесь мы уже будем говорить не столько теоретическими понятиями, как я делала это в предыдущих роликах, объясняя теорию травмы. Как и почему мы, кажется, помним то, что происходило с нашими предками. В общем, не буду долго рассказывать. Если вы не смотрели предыдущий ролик, смотрите. То, что вы сейчас посмотрите, вторая часть выпуска четвертого. А если вы уже посмотрели, то большое вам спасибо. И смотрите, пожалуйста, выпуск номер пять. Приятного присмотра. Как ты решил, что нужно заниматься поисками своих родственников? Я на самом деле не знал вообще ничего про то, как это делать. Мне очень помогло то, что я, в принципе, слышал и знал о такой организации, как Мемориал. И первое, что я начал делать, это начал изучать их сайт, потому что там очень много есть советов, с чего начать. Конечно, было внутреннее какое-то желание, какую-то память о деде. То есть за то, что его просто взяли и уничтожили, восстановить справедливость. Во мне, видимо, это уже желание настолько кипело, что я решил во все инстанции написать. Но опять же, по совету женщины из Мемориала, она мне говорила, какие можно инстанции попробовать поискать и так далее. Ну, типа, а вдруг найдем, а вдруг узнаем, а вдруг действительно есть какая-то могила, может быть общая, не знаю, даже братская и так далее. Прояснить эту информацию. И второй, опять же, это тоже не менее важный проект. Мы хотели установить табличку «Последний адрес». Его забрали с коммуналки в Адмитровском переулке, это далеко от Большого театра. Вот, и там дом, дом, насколько мне известно, там есть часть жилых квартир, часть коммерческих, коммерческих недвижимости. Но все это вот застыло на этапе, опять же, там нужно идти, общаться с жителями, получать курс для согласования. Я не помню, что это было, это роспись. Мне не хотелось, как бы, в тот момент, когда у меня было времени заниматься непосредственно дома, мне было важно, чтобы хотя бы вывесили базу данных мемориала и поставили регистрацию заявки, чтобы в интернете хотя бы можно было посмотреть. Расскажи о своей работе. Ты работаешь в мемориале, все очень, как я понимаю. Да, я работаю в мемориале, и я историк-исследователь истории ненасильственного сопротивления в СССР и в странах Центральной и Восточной Европы. Насколько я знаю, у вас в мемориале есть еще отделы, как назвать, твои коллеги, которые занимаются именно репрессиями 30-х, помогают людям находить своих родственников, помогают обращаться. А как вот обратиться к вам, как найти своего родственника, если, вот, например, известно, там, имя, фамилия и место, где он был рожден, а по такому ничего, и, скорее всего, он был подвергнут репрессии. Вот как найти своего родственника? Именно для этого несколько лет назад в мемориале был создан проект моей хорошей подруги Светы Шурановой, который называется «Личное дело каждого», и сейчас его ведет не менее прекрасная Рита Маслякова. «Личное дело каждого» — это как раз проект, который создан для того, чтобы люди, которые не могут найти своих родственников, обращались к нам, чтобы мы искали архивы, говорили, куда написать, как нужно писать, какие, может быть, какие виды писем и так далее и тому подобное. Ну, то есть, вот, мои коллеги Рити постоянно на почту «Личного дела каждого» приходят запросы, что «Здравствуйте, мой, там, дедушка был репрессирован там-то-там-то, подскажите, что мне делать?» И она расписывает, присылает, во-первых, памятку, у нас есть такая небольшая памятка как раз на сайте «Личного дела каждого», в которой есть, как бы, простая довольно инструкция, и по ней можно найти самостоятельность, не получаясь самостоятельно, мы подключаемся, а, как историки, то есть Рита помогает, зная архивы, б, у нас к этому подключаются юристы, которые помогают оспаривать отказы или, ну, как бы, любое сопротивление со стороны государства. Много приявок поступает таких? Интересуются люди? Ну, да, на самом деле, ну, как бы, всегда пик – это 30 октября, когда мы делаем возвращение имен, и, как бы, люди на этом фоне массово прям начинают писать, и у них просыпается интерес, это прям такая жаркая две недели до, две недели после, это прям, ну, завал вообще ужасный. А так, ну, где-то, я думаю, что минимум семь человек в неделю пишут, ну, типа, пять-семь человек. Вот, кто-то ищет, чтобы там, не знаю, поставить памятник, например, да, кто-то ищет, потому что им интересно, кто-то, ну, в общем, у людей очень разная мотивация, чтобы найти информацию своих родственников, но люди постоянно обращаются, правда, это прям такой большой кусок, люди очень часто приносят свои документы к нам в архив, потому что, ну, как бы, мы их профессионально заархивируем и, скажем так, законсервируем, ну, то есть, как бы, они у нас будут лежать при нужной температуре, в нужной коробке и так далее. Общий наш с тобой друг Костя тоже сдал нам свои документы, они приезжали вместе с мамой, это было очень пробовательно. А письма у вас сохранились? Да, мы их, значит, сдали в мемориал. Очень много писем, их очень тяжело разобрать, соответственно, ну, там, вот этот карандашный почерк из письма, он почти вывелся весь. Даже письма моей бабушки, она писала в, прабабушка писала в, как это называется, комиссия по реабилитации, там, и так далее, в органы писала, когда разыскивала, все это сохранилось, да. А его письма, они все сохранились, но они, к сожалению, очень-очень ветхие стали. У нас, правда, самая большая коллекция мемориала, это архив Кулага, и он гораздо более широкий, чем архив диссидентского движения, ну, потому что репрессированных было значительно больше еще, чем диссидентов, и плюс у нас есть очень много региональных отделений в очень большом количестве городов, куда люди приносят, там, допустим, он, не знаю, живет в Воронеже, он не поедет в Москву, он сдаст документы там, ну, то есть, как бы, у нас по всей сети региональные, очень тоже немаленькое хранение в Питере, просто супербольшое. Расскажи про акцию «Возвращение имен», как вы ее согласовываете? Мемориальцы, тогда еще только-только был создан мемориал, придумали такую акцию, это было 30 октября 89-го года, они придумали окружить здание КГБ живым кольцом, и это провели, и реально никого не арестовали, потому что Сахаров просил никого не арестовывать, правда, потом они пошли в другой митинг, и там всех вентилом он. Вот, ну, как бы, это была такая первая прото-акция, а уже в 2000-х появилось желание, как бы, как-то, ну, возвращать имена тех, кто погиб, тех, кто был подвергнут репрессиями. Вот вообще одна из наших ключевых задач мемориала – это вернуть имена. Для нас вот имя – это самое важное, не цифра, а именно имя. Вот, и мы, как бы, коллектив наш собрался и начал думать, что же такое придумать. Меня тогда еще, естественно, не было, мемориаль, это было давно. Придумали такую акцию. Сначала у нее пришло, по-моему, 30 человек, если не ошибаюсь, то есть вообще очень-очень мало, а потом с каждым годом все больше и больше, и сейчас уже, по-моему, я боюсь шпиться, но тысячу с чем-то имен за день мы прочитываем. Как бы эта акция согласованная, поскольку нам нужно ставить софиты, обогреватели, еще кучу всякой техники, и мы не можем ее просто не согласовывать с городом. И после признания нас иностранными агентами, если стало сложнее, в 2018 году нам хотели запретить провести акцию, акция уже, ну, такую мировую известность получила, это уже такая акция, ну, там, просто федерального значения уже, она такая прям очень масштабная, люди с разных концов земли иногда приезжают из-за того, чтобы ее снять или поучаствовать в ней. Нам хотели ее запретить, поскольку у Лубянки, у Политеха был ремонт, и нам сказали, что как бы вот, мы там не закончили, поэтому давайте вы-нибудь ее проводите, и хотели нас отправить к стене скорби на Академика Сахарова, ту, которую государство поставило в памяти о репрессиях. А для нас принципиально, что Соловецкий камень поставили люди, это был гражданский импульс, и для нас очень важно сохранять вот эту гражданственность этой акции, то есть именно поэтому мы не берем гарантирование на эту акцию, а собираем деньги с людей, потому что, как бы, эта акция, она про причастность очень сильно. Вот, но мы в итоге все-таки добились согласования, но на самом деле каждый раз нам приходится подавать миллиард тупых бумажек, например, подавать в Министерство транспорта, чтобы их уведомить, в главный офис ГИБДД, я вот в прошлом году ездила, чтобы подать заявление, и как бы, ну, нам нужно продавать просто миллион бумажек, согласовывать схему, количество людей, короче, там просто у нас обычно с сентября месяца начинает готовиться вся акция, и весь офис, просто весь офис, это больше 50 человек в это включен. То есть акция проходит как с 10 утра до 10 вечера 29 октября каждого года, мы встречаемся у Соловецкого камня, и люди получают бумажки с фамилиями, если у них есть свои фамилии, они имеют право прочитать свою, и каждый человек читает одну фамилию, и так мы за день возвращаем имена каждый год, мы идем по списку, и каждый раз его сокращаем, но он еще большой, я думаю, что акция проживет еще довольно долго. Ты знаешь, что меня давным-давно покорило видео, которое ты выложил в Инстаграм, наверное, еще где-то в соцсетях оно было, но я увидела тебя его в Инстаграме на акции «Возвращение имен», ты сказал про своего прадеда, и потом очень эмоционально обратился вот прямо к Сталину. Щербаков Дмитрий Макарович, мой прадедушка, сам начальника Данькош, обувь Прома. Арестован в августе 1938 года, расстрелян в октябре 1938 года. Вечная память и дарим аду, товарищ Сталин, убийца женщин и детей. Спасибо. Почему ты ассоциируешь арест своего прадедушки напрямую с фигурой Сталина? Да, тут, конечно, сама нова, да, приходит та фраза про 4 миллиона доносов. Но, тем не менее, да, я увязываю все абсолютно со Сталином. 37-й год и тот масштаб и пройти был возможен только при Сталине. Ежов, если его там кто-то винит, был возможен только при Сталине. Берия был возможен только при Сталине. А дальше уже вся эта цепочка этих комиссаров пульных шлемов, троек и двоек, которые расстреливали, выносили приговоры, они были возможны только при нем. Поэтому винить кого-то ниже мне не приходит в голову. Система выстроена непосредственно Сталином и теми людьми, которые впоследствии тоже были расстреляны. То есть изначально это те люди, которые это все придумывали, был признанным там Сталина, они, соответственно, система, которая сжралась, как мы говорим, мы говорим о себе. Остался выигрыш, но только сами не знаем, кто остался выигрыш. Да, конечно, Сталин. Сталин и те люди, которые изначально это придумывали. Но, опять же, тут все исходит из одного. Почему люди придумывали? Потому что, наверное, либо они придумывают, либо их не станет. То есть дальше, либо ты становишься главой НКВД, а если ты запротивишься исполнять приказы, то тут есть разные люди, люди, которые готовы погибнуть. Есть люди, которые боятся пыли. Логично, что они могли боиться пыли так там и так далее. Это все очень страшно. То есть мы не можем там, типа, осуждать. Мы можем сказать, да, что этот человек, он преступник, он участвовал в расстреле, да. Но вот каким он был в жизни и что его заставило, типа, сделать. Наверное, тут разные могут быть точки зрения. Мне кажется, странно не обвинять вообще никого. Ну, то есть, мне кажется, что если один... Ну, если Сталин брал на себя такое ответственное, что он глава государства, то он должен знать про все, что происходит в государстве. Ты же назначаешь этих чиновников, которые следят там за, ну, допустим, в каком-то там округе, такой-то чиновник. И ты его назначаешь туда. Это же в твоей юрисдикции следить за этим. Я не то чтобы обвиняю Сталина вот совсем... То есть, только он виноват. Мне кажется, что эта власть, которая придумана, ну, создана, придумана Сталиным, виновата в этом. Ну, и под властью, естественно, я подразумеваю не только его, а его ближних людей, чиновников, которые шли, за ним не задавали вопрос. Начнем с того, что я историк советского режима, как раз-таки, к сожалению, или к счастью, не знаю. Но на самом деле все пошло изначально, с самого-самого начала. Как бы режим, построенный на насилии, не может привести ни к чему хорошему. Люди, которые напуганы, люди, которые, как бы, видели много крови, люди, которые чувствуют большую жестокость вокруг себя, их невозможно ленить в том, что они, как бы, боялись сказать слово против, потому что, как бы, на кону стоит твоя жизнь, жизнь твоих детей и жизнь твоих родителей. И в этой ситуации очень сложно, как бы, думать какими-то моральными критериями. Невозможно, конечно, представить, как пошла бы история, если бы пришел к власти кто-то из других там сподвижников Ленина. Но я остаюсь на том, что более кровавый путь, чем тот, по которому пошла наша страна при Старине, мы бы не пошли ни при ком, другом. Только он, и только он виновник этому всему. И свою ненависть на каких-то там мелких пешек, вроде Берии или Ежовой, я ее особенно не трачу. Каковы условия жизни вот сейчас, в 21 веке, на Ямале? Ну, ужасные. Например, Сальхарт, он, как бы, считается столицей Ямала. Но там никакой инфраструктуры. То есть туда можно добраться, во-первых, только на самолете. А если ты едешь на поезде, то ты должен приехать сначала в соседний город и потом плывать через реку или там зимой на позимнику ехать. В общем, вот. Короче, инфраструктура никакой. Вследствие этого очень дорогие продукты. Там что-то про анекдоты, про помидоры за 500 рублей. Это, в общем, не анекдоты у нас. У меня даже до сих пор родители шутят, что когда же уже закончится эта ссылка. И они... Ну, потому что все, кто заканчивает работу, там, получают пенсию, они уезжают, потому что это невозможно проводить там пенсию. Там только для того, что высокие зарплаты. Только поэтому сейчас там люди находятся, мне кажется. Есть какие-то доплаты к зарплате, если в условиях Крайнего Севера, и Ямалу туда относится. И пенсия, соответственно, тоже им нужно наработать какой-то там северный стаж, чтобы была больше пенсии. А вот вообще, так как Ямалу такое место, которое в самом деле ассоциируется с ссылками, ну, как и Сибирь у многих людей тоже ассоциируется с ссылками, как-то ощущается там вот другой мир какой-то? Что люди, может быть, более закрыты, больше страхов, меньше разговаривают, меньше хотят общаться с другими людьми, открываться? Мне кажется, есть, но при этом как-то он странный. То есть, получается, между собой люди там очень добрые, открытые. Возможно, потому что очень маленький город, и ты когда заходишь в какой-нибудь там магазин, ты знаешь там вот это, вот это то, этот, этот человек. Ну, короче, там все через одну руку пожатия знакомы. Но мне кажется, когда мы выбираемся на... У нас есть просто выражение, наверное, не только у нас, на землю, на большую землю уехать. Это значит, ну, как бы не на Ямале, короче, находиться. То я замечала часто такую штуку, что немного нелюдимы. У последних вот поколений моего, может быть, и раньше, там началась ситуация поправляться за счет того, что существуют лагеря детские. И они там не на Ямале, а там в Болгарию дают путевки. Я вот тоже часто туда ездила. Ну и за счет этого, короче, дети немного, они раскрепощеннее, чем их родители. Ну, родители немного такие, я бы сказала, деревянные. Поэтому у нас, например, учителя многие, они приезжие. Там тоже за большой зарплатой, вот это вот и все такое. Вот, и они часто замечают и делают такие упреки родителям на собраниях, что как-то вы безинициативны, вот так вот. Ну, в общем, такое, но, в общем, мне кажется, это больше видно людям со стороны, которые приезжают туда работать. Но все отмечают, что очень добрые люди, как бы. А ты думала, что вот твоя жизнь, твоя личная жизнь могла как-то иначе устроиться, если бы не случилось то, что случилось? Да, конечно, я бы не один раз про это думала. Потому что если бы даже представить, что если бы они остались там в Саратове, то, возможно, там была совершенно другая жизнь. У них было поселение, там какое-то немецкое название, гейм, ну, то есть вообще совершенно другая культура. Еще бабушка рассказывала, что у нее был какой-то двоюродный брат, который каким-то чудом из Германии, пока наша часть семьи оказалась в России, и он оказался в Англии. И она говорит, вот у тебя есть какой-то там дед по какой-то линии в Англии. Андрей, ты видишь какое-то влияние такого контекста исторического, связанного с репрессиями в вашей семье, на твоей бабушке, может быть, на твоей маме, на себе самом, возможно, чувствуешь? Или на своем брате? Обычно это влияние выражается в каком-то... Ну, в излишней осторожности, в излишнем страхе, в фразах, в общем, не высовывайся, не говори лишнего, не выражай себя как-то такой, что за свое мнение ты можешь пострадать, даже если ты его не высказываешь слишком громко. Мне кажется, что это сработало в обратную сторону. Наоборот, не нужно замалчивать такие вещи, и в том числе свое мнение. То есть мои родители, да, они, например, мне никак не препятствовали в поиске информации, хотя, например, другие мои родственники, они говорят о том, что Андрей, зачем ты это делаешь, зачем ты это ищешь, тебя возьмут на карандаш, зачем выражать прошлое, а вдруг он был реально плохим человеком, вдруг он был плохим человеком, и вот, значит, это вот его, значит, достойно наказали. Сознание, конечно, повлияло полностью, то есть, что мама, что бабуля, что я, там, на одной волне. Дедуля у меня был такой, он просто был человек из армии, он был серьезный, поэтому аккуратненько, вот там были, там, Иосиф Исарионович, хотя они там с бабулей очень сильно ссорились по этому поводу, а там моего отца все-таки там за расстреляли, в общем, они как-то спорили. А так, ну, что касается, если отрывать идеологию какой-то от быта, но что касается быта, конечно, очень многим пришлось поступиться, очень много пришлось продать нашей семье, то есть, несмотря на то, что какой-то заработок был, но его, конечно, не хватало. У моей прабабушки, мало того, что была моя бабуля, у нее еще был еще один сын, и, конечно, там, в одиночку прокормить было невозможно, поэтому пришлось очень много распродать, и они неплохо жили до этого ареста, а так там, ну, вот, я маму свою спрашивала, говорю, а что пришлось продать? Например, бельюровую шляпу пришлось продать, то есть до такой степени там. Обсуждала с мамой вот этот эффект, который вот у меня есть, с этих историй. У нее такого нет, то есть она запомнила красивую картинку, и потом, когда она уже была намного старше, когда она была взрослым человеком, до нее дошло, что о-оу, потому что моя мама была кем-то, не знаю, коктябренком, кокомсомольцем, кем-то можно было быть, она верила в эту систему, ее зомбировали в школе, она спорила со своей бабушкой, бабушка ей говорила, что вот как бы ненормально, а мама говорила, нет, все правильно, они молодцы, бабушка говорила, если они молодцы, то зачем они убили царских детей, и у мамы был на это ответ, потому что бабушка была для нее главным авторитетом, но мама отвечала, это чтобы не было права нам наследства. Ну так, чтобы прям не высовывайся, такого не было. скорее было, что вот, ну типа свое мнение не надо всем показывать, что его надо вот, ну как-то, ну хорошо, что у тебя есть свое мнение, но вот лучше, если оно отличается от мнения других, лучше помолчать, потому что что там начальник вдруг, тебя начальник уволит, нужно всем нравиться, вот такое вот было. Я бы не сказал, что это как-то отразилось там на том, что, нет, у всех, наверное, в каждой семье есть люди, которые говорят, ни в коем случае не ввязывайся в это, там, не ходи туда и так далее, то есть, переживание, как раз таки, мне кажется, на уровне тех, с того момента прошло, что мне надо ввязываться и так далее, но в целом у меня не было такого напора, что там, ни в коем случае, не дай бог, я бы не сказал на самом деле, что у меня какая-то строгая семья в этом плане, наоборот, наверное, скорее всего, понимание того, да, понимание того, что может быть, куда это может вылиться. Как это повлияло на твою жизнь сейчас? Мама мне рассказывала о красивой жизни людей, о том, как они богато жили, у кого-то там были слуги и что они, как они, с какими манерами, изысканными они были. А я из этой истории вынесла, что человека убили рядом с домом, вот, еще мне такой, в такой форме, как говорили, что вот зарезали, и человек просто пропадает, и никто о нем ничего не знает, никто не говорит. И у меня складывается, но у меня очень сильный страх есть за то, что меня посадят, например, по каким-то причинам, и очень сильный страх денег. Я до недавнего времени мне никогда не приходило в голову идея заняться своим бизнесом, потому что, о чем я думаю, какой смысл мне заниматься своим бизнесом здесь, если, скорее всего, так или иначе, у меня его отожмут, либо мне придется давать кому-то взятки, ну, так или иначе, я буду сталкиваться с сопротивлением и вплоть до очень опасной ситуации, когда меня просто убьют до того, что я, не знаю, богата. Как ты думаешь, вот этот страх, который возник там или в начале 20-го века или в 30-х и дальше, вот этот самый страх, который тянется до наших дней до сих пор, или вот сейчас люди какие-то другие, они испытывают другой страх по отношению там политики, еще к чему-то? Родоначальники, скажем так, коллективной истории, коллективной памяти много говорят о том, что коллективная память живет три поколения, ну то есть как бы там носитель, дети-носители, внуки-носители. Вот мы сейчас в основном, как в наших поколениях, это, дай бог, это внуки-носители, это как бы вот как раз третье поколение и сейчас как бы коллективная память для следующего поколения будет превращаться в миф, в мифологию, то есть для них это уже не что-то связанное с ними напрямую, даже если это семейная история. И мне не кажется, что люди сейчас живут в том же страхе, это совершенно другого рода страх, ну то есть когда я говорю с мамой о каких-то вещах, маму больше всего пугает, я не хочу как в 90-е, то есть сейчас очень большой упор идет на экономический кризис 90-х, который возник, и на все проблемы, которые вот совсем свежие в памяти, как бы о каких-то массовых расстрелах и о каких-то там жестоких, жесточайших репрессиях, любые репрессии жестокие, но как бы такая крайняя мера, я думаю, что их опасаются далеко не многие, и это уже такая очень длинная история для многих, которая не ассоциируется с ними напрямую. С 90-ми есть такой контакт. Я еще хотел добавить, что мне кажется, отличным моментом, отличный, вот есть проект «Бессмертный ГУЛАГ», там, соответственно, публикуют истории и все самое важное, самое главное, мне кажется, фотографии людей, которые были репрессированы, я думаю, что многим людям из тех, кто там, может быть, по незнанию своему или по другим причинам защищает режим и оправдывает репрессии, мне кажется, этим людям нужно просто показывать фотографии этих людей, и многие, как мне кажется, из них немного изменят свою точку зрения и начнут изучать, интересоваться реальной историей, а не то, может быть, как им приятнее в силах своих политических взглядах воспринимать тот период. Ты ходила на митинги какие-нибудь в своей жизни? Нет, но, в общем, у меня всегда было желание пойти на митинг, но вот в летом, когда у меня окончательно созрела вот такая какая-то позиция, потому что до этого я все время сомневалась или там какое-то у меня было всегда такое чувство, что-то будет, ну, в общем, сомнения были. И летом, когда уже вот я подошла к этому, думаю, ладно, наверное, я нашла себя. И я хотела пойти на митинг, но почему-то я не знаю, я почти чему-то не могу, просто не знаю почему. Но мне кажется, это вот откуда-то и оттуда. Что же нам нужно сделать? Как нам быть, чтобы этого страха мы не испытывали? Мне кажется, что здесь нужно менять совершенно вопрос воспитания. Вообще вот этот кнут и пряник меня вот вообще все время не устраивал. То есть ты сделаешь что-то не то, а что такое не то? Что такое не то для преподавателей и для тебя? Это разные, наверное, вещи. Вот. И мне кажется, что здесь все в воспитании. Даже не столько семьи, потому что я вот меня в семье совершенно, то есть не наказывали, не воспитывали совершенно. В школе или в институте есть все время эта оглядка на то, что ты сделаешь что-то не так, что не понравится кому-то, кто вообще не касается твоей жизни. Мне кажется, это вот оттуда идет все. У тебя, как у потом репрессируемых, есть какой-то особый взгляд на историю репрессий? Есть ли какая-то точка, почему все сложилось именно так? Нужно ли нам больше говорить о всех тридцатых? Или лучше вот оставить это в прошлом? Узнать что-то для себя лично максимум? И вот, что называется, не выращивать про что? Я думаю, что это самый сложный вопрос сегодняшнего нашего с тобой разговора. Мне кажется, что это очень важно, то, что люди ищут информацию о своих родственниках. Это важно для, как я сказал, для того, чтобы люди помнили, во-первых, естественно, о том, как они попали в какие-то определенные места. Да, я вот живу, родился, живу в Новосибирске. и теперь я знаю, почему, почему я именно оказался в Новосибирске, моя семья живет в Новосибирске. В том числе это получается, ты получаешь доступ к своим каким-то этническим корням, да, тут было очень много репрессированных по этническому признаку. Да, то есть часть твоей культуры, часть твоей семейной какой-то истории. и это очень большой недостающий кусок в ней, который, в принципе, связывает настоящее и какое-то глубокое прошлое, да, вот этот большой кусок, который у нас, по сути, не то чтобы даже забрали, а который очень хорошо скрыт. Все-таки, мне кажется, что это важно знать, чтобы не допустить каких-то подобных, да, репрессий в наши дни. То есть, опять же, мне кажется, что до репрессий 30-х годов мы никогда больше не вернемся к ним, но какие-то политические моменты все равно все будут. И люди должны знать, что с их семьями так обращались несправедливо. Люди не должны, мне кажется, бояться, да, потому что как раз страх это наш самый главный враг, и что, если мы боимся, то репрессии всегда будут. То есть, это должно быть, наоборот, твоим оружием, а не средством страха, да, средством запугивания людей. Поэтому все должны знать историю своей семьи. Все, что я искал, это все абсолютно бесплатно. Все эти архивные справки, все они абсолютно бесплатные, все эти поиски бесплатные, потому что это связано с репрессиями. Есть доконательства и наше, и ближайшие наши зарубежные. То есть, все, что вам нужно, это просто потратить время, собрать какие-то минимальные крупицы информации, которые у вас есть, как это было у меня, да, то есть буквально, буквально минимум, минимум, и с этим минимумом прийти к архивам. Это просто отправляется онлайн, ты просто оставляешь заявление, подписываешь, сканируешь и отправляешь в каждый архив. Ну, понятно, что в каждом архиве свои какие-то формы, но ты просто отратишь время на то, чтобы заполнить их, и просто отправляешь и ждешь. То есть, я просто ждал. Суммарно, на то, чтобы собрать ту информацию, которая у меня есть, это ушло, ну, примерно месяц. философский вопрос. Ну, наверное, надо начать прежде всего с себя и пытаться быть честными с самими собой, поступать как-то по-справедливому, стараться анализировать как можно большее количество информации, не зацикливаясь на чем-то одном и не принимая мнение кого-то там на телевизоре единственное правильное. Вот. Ну, и на самом деле это же довольно очевидно, что нельзя просто взять так и убить человека. Довольно очевидно, что хочется жить в такой среде, в которой мне безопасно что-то создавать. И вот это вот все про справедливость, когда ты делаешь что-то, когда ты там обманываешь, когда ты поступаешь нечестно, когда ты чувствуешь, что есть несправедливость, у тебя вот это вот противное чувство внутри, оно как бы есть. И мне кажется, что если мы в первую очередь будем отслеживать это, где мы ведем себя нечестно, где мы знаем, что вот мы сейчас лжем, пытаться так не делать, вот. по поводу того, менять систему, тоже велосипед изобретать не надо и довольно понятно, как оно должно быть. Герои этого выпуска поделились, как они борются с коллективной травмой и как следствие со страхом, который с этой коллективной травмой напрямую связан. И вот эти правила воспитывать свободных и независимых людей со своей точкой зрения. Людей, которые не боятся осуждения и не боятся получить наказание за свои взгляды, потому что не будут получать его. Помните о репрессированных родственниках и искать информацию о них, чтобы знать и не забывать, как несправедливо с ними обошлись. Семейная история это защитное оружие человека, а не средство запугивания со стороны. И, кстати, подробная инструкция, как найти своих родственников в конце обязательно будет. В критических ситуациях, да и вообще всегда, нужно поступать по совести, ориентироваться на внутреннее чувство справедливости. Но самое главное, что правила, которые я озвучила раньше, очевидны и понятны. Каждый человек наверняка с ними согласен. Осталось только убедить большинство людей не только так думать, но и поступать так. как ты начал поиск своих родственников, что ты о них знал и как в этих списках вообще ориентироваться? На самом деле ту информацию, которой я владел, она была какой-то очень минимальной. Опять же, повторюсь, потому что моей бабушке как раз в этом году исполнилось эти четыре года, и она в принципе уже не помнит каких-то мельчайших подробностей. Все, что у меня было, это фамилии и имена, даже не было там даты рождения и место рождения, а это, на мой взгляд, по моему опыту, это самые важные ключевые вопросы, которые ты должен задавать в архивы. Вот, на самом деле есть в мемориале так называемый проект «Открытые списки», там уже родственники репрессированных, да, или какие-то активисты, они составляют профайлы репрессированных людей, да, то есть там где они родились, где они родились, кем, как они, за что арестованы, за что наказаны, куда сослались, когда и кем расстреляны. Вот, я в первую очередь посмотрел там, вдруг есть какие-то там в списках мои родственники, там их не оказалось. Было известно, что эти родственники мои, они были с Волыни, сосланы с Волыни Западной Украины, и как раз в том же мемориале есть целая книга репрессированных Волынской области, Житомирской области. Это очень много, многотомные издания, там они как раз перечисляют всех репрессированных местных жителей с датами рождениями и местными рождениями. Я примерно узнал, в какой архив нужно обращаться, то есть Житомирский архив государственный, и просто первым делом отправил туда заявку на поиск какой-то, какой-то любой информации про моих родственников, просто с теми данными, которыми имелись. Вот, и параллельно также подавал заявки в архивы в места ссылки, то есть на Красноярский край, во всевозможные инстанции, потому что я не знал, в какие именно архивы обращаться, поэтому я обращался просто в силовые архивы, то есть там ФСБ, МВД и просто государственный архив областного, краевой, и ждал оттуда ответов. На самом деле, по закону они должны быть в течение 30 дней, но как-то они отвечали всем на самом деле, что украинские архивы, что наши, они отвечали очень оперативно буквально в течение, наверное, двух недель. Поиск у меня продолжался на самом деле по всей стране, и примерно вместо ссылки, которые там бабушка, бабушки, по крайней мере, так говорили, что, например, ее парадет, ой, где площадь сидел дедушка, был сослан уже на Колыму, да, в лагеря, и там умер. Я и писал и в архивы ФСИНА, и в МВД ФСБ тоже в Магаданской области, но обычно все отвечали отрицательно, что вот просто у них нет никакой такой информации про вот такого человека. Да, тем более, я управлял первый раз, полностью делал такую спам-рассылку по всем архивам с теми данными, которые у меня имелись. Через, наверное, три недели пришел ответ от Житомирского архива. Они мне даже не ответили на почту, не просто. Я в один день прекрасно обнаружил в своем почтовом ящике письмо от архива, в котором была архивная справка про двух моих прапрадедов, и это оказалось реально они. То есть то описание в архивной справке, которое они предоставили, оно очень хорошо ложилось на ту легенду, которая у нас живет в семье. Вот, и уже с новыми данными я запросил новые, сделал новые запросы в государственные архивы. Вот, и оттуда мне пришел ответ, самый основной, это с архива ФСБ Кемеровской области. Мне предоставили архивную справку по уголовному делу моего прадеда, но, к сожалению, на этом отказали в доступе к дополнительной информации и к представлению, скажем, копии этого архивного отдела. То есть ознакомиться с ним ты не можешь, например, если приехать туда в Кемеровскую область и своими глазами посмотреть. Так можно? Судя по тому, что они мне рассказывали, то можно приехать. Раньше у них была практика о том, что если тебя интересует какое-то архивное дело, да, они могут переслать в архив ФСБ твоего субъекта. Сейчас такой возможности нет, насколько я знаю, ему уже несколько лет и чтобы если что-то ты хочешь ознакомиться с каким-то делом, тебе нужно приезжать лично, непосредственно в тот субъект, где находится это дело. Предоставлять, скажем, копии документов они не могут, как архив, например, в Украине. В архивах Украины как-то все более либерально, более свободно, более открыто, да, информация, они не предоставляют все архивные справки и в том числе возможно предоставление копий, да, в том числе сканов или там непосредственно копии на бумажных носителей с печатями архива тех дел, которые мне интересны. Не обязательно даже моего прадеда, просто любого человека репрессированного на Украине. но ФСБ отказывается позволяет мне возможность копировать эту информацию, чтобы, например, меня отправить в Новосибирск или, как я понял, даже, что если я приеду даже в Кемеровскую область, то мне тоже будет запрещено копировать эту информацию. я могу прийти ознакомиться с архивным уголовным делом, но выносить первоисточник в любом виде, в виде копий, это запрещено. официально это потому, что у меня нет документов подтверждающего родства. То есть, естественно, все мои прадеды и прапрадеды их сослали в Сибирь, естественно, никаких документов у них не было. И как-то доказать прямое родство через мою материнскую линию это очень сложно. Моя главная цель, на самом деле, основная, это, в принципе, увидеть фотографию моего прапрадеда и показать его бабушке. Потому что бабушка родилась в 1936 году, в 30-м всех сослали, в 38-м расстреляли ее дедушку, это получается. И она, естественно, его в жизни никогда не видела фотографии, никогда, в принципе, его не было, кроме фотографий в уголовном деле. И моя самая главная задача это, в принципе, взять копию фотографии, чтобы показать ее бабушке. Пока есть такая возможность. Большинство процессов, которые происходят в обществе, случаются благодаря или из-за людей. Вот репрессии 1930-х одни люди сделали своими руками против других людей. И мы постоянно ищем тех, кто виноват, тех, кто увел вот эти тройки, которые судили людей, вот эти люди, которые закрывали архивы. И здесь мне кажется очень важным вспомнить мысль Константина Широкова, героя нашего ролика. Он сказал, мы можем сказать, что человек, который участвовал в репрессиях, преступник, но мы не можем судить, каким он был в жизни и что заставило его совершить это преступление. К этой мысли очень важно применить феномен, о котором я говорила в одном из прошлых роликов, сравнивая Холокост и ГУЛАГ. В Германии процесс преодоления прошлого смог произойти так эффективно, потому что разделение на жертв палачей было очевидным. Общество сочувствовало одной группе людей и осуждало другую группу людей. В Советском Союзе на постсоветском пространстве случилось так, что сами палачи внутри на самом деле были жертвами или становились жертвами в прямом смысле. Хорошо известно, как соорудники НКВД становились узниками лагеря ГУЛАГа. И, разумеется, сейчас, в 2020 году виновных в историческом событии не осталось. Но каждый из нас может сделать большой-большой вклад в преодоление травмы в современном обществе. Рассказывайте об историях, которые произошли в вашей семье. А если у вас не получается никого найти или вы никого не знаете, ну что ж, просто помните о тех, кто пострадал в этих лагерях абсолютно без вину. И нам в 2020 году не остается ничего, кроме как не забывать этот исторический пласт, который очень-очень важен для нас в современности. На этом я с вами прощаюсь. Мне было очень интересно делать эти два выпуска. Надеюсь, вам было интересно смотреть и надеюсь, что сейчас вы будете искать информацию о своих родственниках и рассказывать ее широкой общественности. Еще раз огромное-огромное спасибо героям 4-го и 5-го выпусков. Без вас ничего бы не получилось. Подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям о канале. Всем пока!